МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коммерциал-релестейт-ньюс. Для ближайшего рынка. Здравствуйте! В студии Дмитрий Жижикин. С этой недели мы представляем новый формат программы. Теперь CR-ньюс будет выходить в двух частях. Еженедельно, по вторникам и четвергам. Смотрите сегодня выпуски. Глубокая очистка. Москва избавит девелоперов от рисков со стороны третьих лиц. Освоение территории. В российских регионах появятся гольф-клубы. Не забудьте в конце выпуска рубрика Классифайт. Актуальные предложения на рынке недвижимости. Купля, продажа, аренда. Коммерциал-релестейт-ньюс. Для ближайшего рынка. Главная новость выпуска. Московские власти заявили о новых правилах выставления земельных участков на аукцион. Теперь девелоперам не придется освобождать участок под застройку от прав третьих лиц. Эту работу возьмут на себя чиновники. Участники рынка уверены, что это сократит риски девелоперов. Однако опасаются, что стоимость участка может существенно вырасти. Свои расходы город предъявит девелоперам. Город пытается этим постановлением выйти на максимальную стоимость участка, что вполне разумно. Но, к сожалению, видимо он еще не сталкивался. Город в виде какого-либо департамента или в виде какого-либо отдельного юридического лица, который будет заниматься документацией, с тем количеством проблем, которые будут сопутствовать данной идеологии. Новый порядок должен сократить сроки подготовки площадки к строительству в два раза. Однако Москва отстает от федеральных законов. К примеру, в Санкт-Петербурге и других регионах подобные правила действуют уже семь лет. Говорить про то, что рынок участка в Москве станет прозрачнее, что можно будет как-то бюджетировать расходы свои, можно будет строить временные планы, графики. Вот этот подход заложен был еще в 2001 году в земельном кодексе. И вот так с небольшой задержкой оно наконец-то случается в Москве. Теперь московские девелоперы смогут избежать уплаты дополнительных процентов по кредитам. Однако, чтобы приобрести свободный участок, им не избежать крупных единовременных затрат. Эксперты считают, что мелкие игроки с такими затратами не справятся. Впервые этап европейского тура «Синьорс Оупен» проходит в России. В гольф и яхт-клубе «Пестова». Пока в России насчитывается всего четыре гольф-клуба, строится еще два. Включение российских полей в международные турниры может придать развитию гольфа массовость, считают в управляющей компании «Процион». Но пока число отечественных гольфистов не позволяет говорить о полной загрузке даже небольшого числа имеющихся в стране полей. Гольф и яхт-клуб «Пестова» был построен два года назад на территории бывшего колхозного поля. Общие вложения в проект на начальной стадии составили около 200 миллионов долларов. Затратный бюджет – 5 миллионов долларов в год, включая яхт-клуб. К услугам членов и гостей, причал для 70 судов, апартаменты высокого класса, проектируется центр для занятия конными видами спорта. Сейчас компания «Процион» строит гольф-клуб в Свердловской области. Стоимость проекта составит 250 миллионов долларов. Планируется, что его членами станет не менее 500 человек. Правда, пока, по данным областного министерства физической культуры, спорта и туризма, в регионе нет ни одного человека, который бы регулярно занимался гольфом. Ну, есть потребность сегодня в регионах. То есть люди путешествуют, люди видят, играют. Потому что мы не просто предлагаем игру в гольф, мы предлагаем жизнь на территории гольф-поля. То есть где дома, клубхаус, гольф, теннис, спа, фитнес. В общем, здоровый образ жизни. По мнению авторов, срок окупаемости гольф-клубов может составить около 10 лет. Эксперты считают, что не менее 15. Гольф довольно непривычен для России, учитывая сезонность и стоимость гектара земли. Поэтому диверсификация видов деятельности призвана окупить вложения в проект и его расходную часть. Цены на офисную недвижимость продолжают расти. Об этом в рубрике «Исследования и анализ рынка». Цены продаж на офисную недвижимость в первом полугодии 2008 года выросли на 13-15%. Об этом говорится в отчете Mayfair Properties. Один квадратный метр офисных площадей в объектах класса А стоит от 8,5 до 12,5 тысяч долларов в зависимости от престижности расположения здания. В целом, рост цен рынка офисной недвижимости продолжается умеренно, без резких скачков. Кроме того, прирост арендных ставок за первое полугодие в офисном сегменте составил порядка 80%. Тем не менее, по данным аналитического консалтингового центра холдинга «Миэль», объем предложения в общей площади вакантных офисных помещений снизился на 35,5% по всем офисам и на 18% по новому предложению. По данным «Миэль», окупаемость офисных помещений в Москве в первом квартале 2008 года в среднем составила 7,7 года. Коммершиал Реал-Стейт-Ньюс Оставляйте свои отзывы на сайте 3WCRnews.defis.tv.com Мы ждем ваших комментариев. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!